Привет, ребята! Даня Зевс на связи. DreamHack Las Vegas. Так сказать, экстренный выпуск. Недавно только определились пары плей-оффа. Мы играем против Norse первой игрой. И буквально пару слов по поводу завтрашнего дня. По местному у нас 10 вечера. Мы сейчас уже скоро собираемся идти спать. Подъем у нас в 7 утра. Будем... Ну как, мы уже поговорили немного о игре. Мы уже примерно понимаем, какие карты будем играть. Когда стояли Norse, смотрели, как проходила жеребьевка, то они очень засмеялись, когда увидели, что выпали им именно мы. Но прикол просто в том, что никто не знает, почему они засмеялись. В первую очередь, это было связано с тем, что мы очень много тренировались перед чемпионатом. И мы на самом-то деле знаем действительно, как играют они, как играют... Они знают, как играем мы. Все дела. Тут вот, кстати, слева пришла бандочка у нас стоит. Эй, поляков. Паша, бицепс на связи. Хеллоу, бицепс. Хеллоу. 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 Ты драк, Машка? Да. Драк? Маус. Окей, это был Паша, бицепс. Ребята отдыхают, потому что они не играют первыми, им не надо просыпаться всем утра. Вот. А мы просыпаемся всем утра. И, короче, мы знаем, как играют они. Они понимают, как играем мы. Будет... Мы примерно понимаем, какие будут карты. Но тут уже пойдет битва характеров. В принципе, мы достаточно обыгрывали на кобле. Это было... Дас. Хеллоу, бицепс. Хеллоу. Хеллоу. Он шутит. Хотел показать, что он набухался. И смысл в том, что... Мы играли с ними на кобле. Обыгрывали их на мажоре. И мы, в принципе, часто выигрывали у них на праках. Хотя у нас была такая заруба 50 на 50, я бы сказал, по картам. И тут как бы будет уже битва характеров. Кто быстрее, наверное, включится. Кто быстрее проснется. Потому что все-таки подъем в 7 утра. Еще... Ну, не все ребята, так знаешь, привыкли. И у нас буквально мы там должны раздуплиться. Уже 8 мы должны быть на сцене. И в 10 по нашему месту мы будем играть. Не знаю, почему, кстати, они так рано, а Трухак, хотят, чтобы мы так приходили. Потому что нам, в принципе, SSD-шки у них есть. Конфиги уже записаны. И, естественно, разыграться нам хватило бы и часа. Ну, не знаю. У них какие-то свои расклады. Кстати, этот Дримхак будет на сцене в арене проходить без кабинок. Обычно всегда Дримхак проходил в кабинке. Стояли кабинки. Они закрывались. И там можно было использовать свои наушники. И как бы удобно разговаривать. Здесь будет по-другому. Открытая сцена. Вот. И чуть-чуть другой формат. В целом, сцена очень прикольная. Я видел фоточки. Там что-то делают реально крутое. По поводу других пар. Что могу сказать? Мы видели, что у нас в сетке Na'Vi будут играть против SK Gaming. И самое главное, что и одни, и вторые в твиттере сказали, что они рады, что они встречаются. И, короче, они готовы дать друг другу бой. Это будет крутая игра. Вот. Тут тяжело делать прогнозы. Потому что две равные команды. Я еще до конца не видел, как бы, как с новым игроком, с фрелцем, SK себя проявили. Проявляли против какой-то крутой команды. Да? Топовой. Вот. Это будет, конечно, интересный матч. Но, насколько я понимаю, он будет последним. Также у нас есть Virtus.pro, который играет против Mousesports. И здесь, безусловно, фаворитами являются Virtus.pro. Я думаю, Mousesports заберут карту. И у Mousesports есть шанс обыграть VP. Все-таки они обыграли Na'Vi. Но я ставлю на то, что Virtus.pro выиграет у Mousesports 2-1 по картам. Но, опять-таки, это мои прогнозы. И следующая у нас пара, получается, идет Astralis против Nip. Но вот здесь вот, по моему мнению, Nip'ы не в форме, ребят. И Nip'ы не должны выиграть у Astralis. Я думаю, что Astralis, как бы, спокойно, уверенно должны забирать этот матч. Вот. Такие вот дела. Ну, сейчас, что делают в таких ситуациях профессиональные геймеры? Они сейчас идут, и, как вы видели в Virtus.pro, начинают жестко гулять, бухать и играть на рулетке. Что делают? Это, конечно, шучу. На самом деле, все сейчас чуть-чуть расслабляются. Все еще, думаю, где-то полчасика, часик максимум. Идут отдыхать. Мыслями настраиваются на эту игру. Прокручивают в голове просто все раунды, расклады. Какие-то там фишки. Вспоминают, что делали команды там, что они любят делать. Там много-много всего. Успокаиваются, ложатся спать. С утра просыпаются. И, в принципе, опять мысли только об игре. Полная концентрация. Ничто не должно отвлекать. Вот. Ну, еще бывают. Вот, записывают вот такие видеоблоги. В принципе, меня это никак не отвлекает. Я сейчас вот с вами немножко поболтал. И пойду отдыхать. С командой мы провели сбор. В принципе, все ребята, я смотрю, настроены хорошо. Поэтому все в наших руках. Вот. Ребята, я вас всех обнимаю. Увидимся завтра. Короче, будет жестко. Вам нужна ваша поддержка. На позитиве. Надо, короче, датчан лупасить. У нас есть хороший шанс. Мы вообще спокойно играем. Мы как бы задачу минимум выполнили. Но на самом деле мы понимаем, что это та команда, которую мы можем обыгрывать. И надо просто спокойно сесть и дать им ремням. Правильно? Все. Всех обнял. Всех целую. До завтра.